Вот что творится под кустами с клубникой. Пожалуйста, тебе раз, два. Это еще третий был, я его уже задавила вот здесь вот от него голова. Вот, пожалуйста, три хруща под клубникой. Будете клубнику себя хорошо чувствовать? Конечно, нет. Это старый куст, ему вот уже три года. Обычно я клубнику пересаживаю через два года, то есть год она у меня прожила, второй год я с ней собираю усы, если это хорошая клубника, на третий год я удаляю. Иначе хрущи заполнят все, расползутся и по другим кустам. Вот этот кустик у меня был очень хороший, очень крупные ягоды с него были. Вот, пожалуйста, что под ним развелось. Вот этим хрущам уже, получается, три года. Да. На следующий год они бы в жуков уже вывелись, стали жуками бы. То есть три года они прожили вот с этим кустом. Бедный кустик. В этом году у него совсем было мало ягод. Видимо, вот эти жуки, они уже на третий год приносят вред. Вот они два года с ним жили, были маленькими и не приносили ему вреда. И кустик хорошо плодоносил. В этом году вот они выросли, начали его жрать. И, пожалуйста, тебе. Он сразу же отреагировал. Ягодок было всего три штучки вот с этого огромного куста. И усов совсем не было. Вообще ни одного уса не было с этого куста. Тут куст боролся всеми силами против этих хрущей. Вот такая проблема у нас на земле. Откуда они берутся? Каждый год перекапываю грядку, конечно же. Ну, не каждый год перекапываю, а как сажу клубнику, когда новую. Обязательно вся земля перекопанная. Все проверено. Если маленькие какие есть, вот такие вот личиночки, я их, конечно, удаляю. Ну, где-то вот не досмотрела. Где-то она вот маленькая, совсем в земле там сохранилась. И вот, пожалуйста, тебе. Какая проблема? Вот только на клубнике. Почему-то вот ни на какой другой культуре у меня нет такой проблемы. Клубнику вот они любят, зараза такая.